Граница Ставропольского края с Кабардино-Балкарии по-прежнему зона повышенного внимания. В соседней республике зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Теперь специалисты делают все возможное, чтобы не пропустить инфекцию в наш регион. Что конкретно они делают, расскажет Ирина Юревич. Почему отсутствуют ветеринарно-сопроводительные документы на перевозимые вами из крупно-рогатой скот? Не нашел предпочтан. А где он? Не было на работе или что? Особый интерес на постах ДПС в районах края, граничащих с Кабардино-Балкарией, возникает к автомобилям, перевозящим коз, свиней и других животных. Причиной такого пристального внимания стала вспышка африканской чумы свиней, которую зарегистрировали в республике в начале осени. Чем опасна АЧС? Это вирусное заболевание, высококонтагиозное, с высоким процентом падежа. И чем она опасна? Для него не существует вакцины для иммунизации животных. Последствия вируса 2008 года. Свиноводческие предприятия региона уничтожили несколько тысяч животных. Чтобы не допустить распространения вируса вновь, губернатор Ставрополя поручил срочно принять меры. Принято решение о выставлении ветеринарно-санитарных постов, где будет производиться контроль за въездом и выездом на территорию Ставропольского края из сопредельных республик, а также контроль за транзитным транспортом, который следует через территорию Ставропольского края. Всего на время действия карантина работать будут три таких поста. Один в Предгорном и два в Кировском районе Ставропольского края. Прежде всего специалисты проверяют документы, ветеринарные свидетельства. Если их нет, то животные или животноводческая продукция, колбасы, сыры, молоко, сразу попадают в категорию опасной. На каждом посту для обработки автотранспорта работает дезинфекционная техника. Если что-то там, есть что-то подозрительное, если уже животное будет, например, лежать, не подниматься, температуру тела замерить, и состояние самого организма, самого животного. Смотришь, а потом, если что, уже остальные меры, кажется, принимаются. Не проходит и часа, чтобы инспекторы управления Россельхознадзора не выявили нарушения ветеринарного законодательства. Задержан автомобиль «Газель», на котором гражданин, житель республики Кабардино-Балкарии, перевозил 9 голов крупнорогатого скота со слов с территории Ставропольского края в республику Кабардино-Балкарию для содержания в личном подсобном хозяйстве. На данном поголовье крупнорогатого скота отсутствуют документы. А вот житель Кабардино-Балкарии вез 46 голов мелкого рогатого скота из Нефтекумского района в Карачаево-Черкесскую республику. И снова без документов. Перевозчик уверяет, даже не подозревал о карантине. Но за качество своих животных ручается. Нас не коснулось она. Полностью вакцинировали они. Врачи специально даже готовые ампулы там давали. Тем не менее, опасный груз так и не допустили к ввозу на территорию Ставропольского края. Ветеринарные посты продолжат свою работу до тех пор, пока санитарные ограничения не отменят.